К общим правилам судебного разбирательства, которые также отражены в законе, относятся следующие. Первое – это непосредственность. К этому правилу судебного разбирательства мы еще будем неоднократно возвращаться. Это правило предполагает, что выводы судом могут быть сделаны только на основании тех доказательств, которые были представлены в зале суда. То есть обнаружены, обнародованы, восприняты судом непосредственно в ходе судебного разбирательства. Второе правило – это устность и непрерывность судебного процесса. И это правило, в частности, притворяется в необходимость участия, например, переводчика в случае, если хотя бы один из возможных важных ключевых фигур процесса не понимает общий язык, общий принятый язык в этом местности, и ему требуется специально доводить те вещи, которые в судебном заседании происходят, с помощью переводчика. Точно так же устность и непрерывность судебного процесса предполагает, что этот процесс имеет определенные этапы. Эти этапы зафиксированы законодательством. И, в общем-то, деятельность, вся деятельность суда, как и следователя, она регламентирована, строго рекламентирована Конституцией и законами, действующими на территории данного государства. Третье общее правило судебного разбирательства – это гласность. Это правило очень интересно притворяется в практике судов. Ну, во-первых, если это открытые заседания, любой гражданин имеет право присутствовать на судебных заседаниях, но не вмешиваясь в процесс и не мешая суду осуществлять правосудие. Интересным вариантом гласности является участие общественности в постановлении приговора, в частности, в виде суда присяжных заседателей, которые рассматривают тяжкие и особо тяжкие преступления и выносят вердикт о виновности или невиновности подсудимого. Кто такие эти присяжные заседатели? Это обычные люди, которые не имеют юридического образования, им совсем не обязательно знать законы. Они очень разнообразны по роду деятельности, по возрастным характеристикам, по опыту жизненному. И они, участвуя в заседаниях, обеспечивают как раз ту всесторонность, объективность, непредвзятость. Непредвзятость обеспечивается за счет отбора присяжных заседателей на те или иные судебные заседания. Ну и таким образом мы говорим, что общественность может непосредственно принимать участие в принятии решений относительно постановления приговора и осуществления правосудия. Четвертое правило – это руководящая роль председательствующего в суде. Вот это правило, оно говорит нам о том, что судья, он един во многих лицах. То есть, если мы более подробно будем рассматривать функции, которые он выполняет, то это и функция руководителя, и функция организатора, и функция воспитателя, и, собственно, субъекта деятельности, который активно участвует в процессе, анализирует информацию, составляет модели вероятностные, активно участвует в рассмотрении и коррекции судебной версии, а в последнем этапе, собственно, выносит решения. Поэтому руководящая роль председательствующего в суде, повторюсь, она очень многолика, она предполагает большое количество аспектов, которые одномоментно, одновременно должен удерживать судья в ходе судебного разбирательства. Ну и председательствующий имеет также полномочия определенные, потому что, в частности, председательствующий завершает, ставит точку при принятии решения в отношении приговора, и это особое искусство и особая ответственность, которая, в том числе, опять же, рекламентируется законодательно. Ну и, наконец, пятое правило, на которое мы остановимся, это равенство прав участников судебного разбирательства. Абсолютно все участники имеют равные права, в том числе мы говорим про право подсудимого на защиту, мы говорим о том, что суд обязан эти права обеспечить и в ходе организации судебного разбирательства, и непосредственно при реализации отдельных этапов судебного следствия. Ну и это равенство, оно, опять же, проявляется в том, что только председательствующий в рамках логики рассмотрения дела имеет возможность, например, отклонять ходатайство или относить какую-то информацию как существенную или несущественную в рамках рассмотрения этого дела. Во всех остальных моментах мы говорим, что обе стороны и все участники, они должны иметь возможность реализовать свои равные права. Продолжение следует...